Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора Роснана Леонида Миламеда и его коллеги Святослава Панурова, обвинявшись в растрате. Мы напомним их дело. Миламед, дела больше нет. Следственный комитет России прекратил уголовное дело против экс-гендиректора Роснана Леонида Миламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Панурова. Как отмечает СКР, причина истечения сроков давности по нереабилитирующим основаниям. Что это значит и почему дело было закрыто спустя пять лет? Алексей Доронин продолжит. Дело Леонида Меломеда берет свое начало в 2013 году. Именно тогда счетная палата дала заключение о том, что средства Роснано могли быть использованы не по назначению. Причем нарушения могли иметь место еще в 2008, когда Меломед возглавлял госкорпорацию. Обвинение Меломеду предъявили лишь в 2015. По версии следствия, он вместе с финдиректором Пануровым проводил махинации через подконтрольную ему компанию «Алемар» под видом оказания неких консультационных услуг самой Роснано. По данным СК, так в 2013 году из компании утекли более 220 миллионов рублей. Эти средства должны были стать золотым парашютом для Меломеда, отмечал гособвинитель. Суд по делу начался в мае 2017, но позже дело вернули в прокуратуру, причем по инициативе следствия. А в феврале 2018 Меломеда отпустили из-под домашнего ареста. Нынешнее решение СК защита Меломеда не комментирует. Почему дело могло быть закрыто, рассуждает адвокат, партнер адвокатского бюро Забейда и партнеры Александр Забейда. На самом деле прекращение по срокам – это своего рода сделка. Так часто происходит по делам, где обвинение человеку предъявили, а доказательств вины нет и не предвидится. Поэтому, дабы сохранить чистоту мундира, следователи тянутся с следованием до предельного срока, чтобы по его истечению сделать изрядно измотанному обвиняемому предложение, от которого крайне сложно отказаться. То есть нереабилитирующие основания – это почти как судимость. То есть человек, совершивший преступление от наказания, освобождается. Но факт того, что именно он совершил преступление, он таким постановлением признается установленным. Отмечу, что решение генпрокуратуры вернуть дело в СК лично отменил теперь уже экс-генпрокурор Юрий Чайка. Причем, как отмечал РБК, инициатором этого был заместитель Чайки Виктор Гринь. Однако позднее нарушение в деле обнаружил уже суд, который, как заявлял адвокат Миламеда Александр Аснес, посчитал обвинение необоснованным. После перестановок в правительстве и Чайка, и Гринь покинули свои посты. И прекращение дела стоит рассматривать именно в этом контексте, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Объявление конституционной реформы и смена правительства в целом создали самые разнообразные ожидания относительно громких резонансных дел последних лет, которые, конечно, носят политический характер. И освобождение Карина Цуркан, и прекращение дела в отношении Миламеда, пусть и с двусмысленной формулировкой, конечно, позволяет дискутировать о том возможности дальнейшее смягчение. В целом, я не исключаю, что в ближайшее время начнется адвокатами, потерпевшими прощупывание того, насколько в условиях реорганизации правоохранительных органов и смены политической атмосферы некоторой можно ожидать некого такой пересмотра или сворачивания ряд резонансных дел, или же по-прежнему будет даваться сигнал, что все делается правильно, и нет никаких оснований не доверять правоохранителям. Дело примечательно и тем, что свидетелем по нему проходил нынешний глава Роснана Анатолий Чубайс. Свои показания он давал в защиту Миламеда. По его словам, он лично привлек Миламеда в качестве консультанта с согласия членов правления госкорпорации. Кроме того, обвиняемый не был в числе акционеров того самого Алимара, а лишь занимал пост вице-президента. В конце концов, корпорация не понесла ущерба от действий Миламеда. Напротив, он помог сберечь для госкорпорации порядка 10 миллиардов рублей, заявил Чубайс.